Чёрные стрижи живут рядом с нами, но знаем мы о них очень немного. Большинство людей путают стрижей с ласточками. Хотя у этих птиц мало общего. Ближайший родственник стрижа не ласточка, а калибрик. Жизнь стрижей сплошной полёт. Почти всё время они проводят в воздухе, питаются, спариваются и даже спят стрижи прямо в полёте. Единственная причина, по которой стриж на короткое время приземляется, это выведение потомства. Сочетание скорости, манёвренности и координации, присущие стрижам, не имеет аналогов ни в природе, ни в технике. Маленькая птичка за секунду пролетает расстояние в 150 раз превышающее её собственную длину. Для сравнения, человеку, чтобы показать такой результат, нужно было бы перемещаться со скоростью реактивного самолёта. Стриж может провести в полёте до 200 дней без посадки. За год стриж пролетает эквивалент расстояния от Земли до Луны. Стрижи поднимаются в небо на высоту 3000 метров и более. Маленькие ножки стрижа не приспособлены для хождения и взлёта с Земли. Рекордная продолжительность жизни чёрного стрижа – 21 год. За три месяца гнездового сезона один стриж ловит до трёх миллионов насекомых. Дневной рацион птенца чёрного стрижа – до 40 тысяч насекомых. Юные стрижата способны самостоятельно добывать пищу сразу после вылета из гнезда. В ненастную погоду взрослые стрижи улетают от гнёзд на десятки километров. Навигация у стрижей врождённая. Молодые птицы без помощи родителей находят маршруты перелёта. Для старта стрижу необходима высота – хотя бы несколько метров, чтобы спикировать и набрать скорость. Человечество, уничтожив старые деревья, естественные места гнездования стрижей, невольно создало им искусственные условия. Городские многоэтажки идеально подходят стрижам для выведения птенцов. С точки зрения стрижей, все многоэтажные дома бывают двух типов – те, в которых можно оборудовать гнездо, и те, в которых такая возможность отсутствует. В старых кирпичных домах под крышами есть места для гнёзд стрижей. В фасадах современных монолитных зданий мест для них не предусмотрено. В развитых странах природоохранные организации просят строителей оставлять полости для стрижей или даже встраивать тичьи домики прямо в стены. В правильном многоэтажном доме наблюдать за стрижами можно прямо из окна собственной квартиры. Выбирая проект реновации фасада, жильцы дома могут проголосовать за тот вариант, при котором летом за окном будет звучать свист самых быстрых наших птиц. Если общественная поддержка стрижей станет массовой, строительный бизнес будет вынужден подчиниться закону спроса. Люди должны помнить, что, обустраивая свою цивилизацию, необходимо учитывать интересы высших существ – королей неба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова